Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино ТОП, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием Паром для двоих. Приятного просмотра. Сюжетная линия сериала, богатую и счастливую жизнь красавицы Анны Золотаревой разрушает страшные автомобильные аварии, в результате которой погибает ее супруг Алексей, а сама Анна оказывается в коме. Придя в себя, героиня узнает, что потеряла мужа. Позже ей сообщают, что ее мать, не справившись с горем, умерла в день аварии, а все имущество Анны, включая дом, по завещанию отошло родственникам мужа. Анна принимает решение покинуть столицу и начать жизнь заново. Она возвращается в родной провинциальный городок Тихореченск, к своей тетке Марине и устраивается в местную школу учителем русского языка и литературы. Здесь ей придется искать общий язык с трудными подростками и завистливыми коллегами. А еще ее ждет судьбоносная встреча с Федором Шульгиным, бывшим военнослужащим, почти потерявшим зрение. Когда-то Федор был первой любовью Анны, а теперь он – отец ее самого проблемного ученика. Содержание второй серии «Паром для двоих». Коле талантливый парень даже изготавливает своими руками посуду. Федор также хороший гончар, чем и зарабатывает на жизнь. Отец воспитывает сына один, мать Коли не живет с ними. Анна поговорила с Федей о Николае. Тетя Марина рассказала об инвалидности Федора, от которого из-за этого ушла жена. У Анны украли все белье и одежду. Она обратилась к участковому Петру Трушину, который был выпивший и начал приставать к Анне. Затем задержала Анну на рынке за незаконную торговлю. В отделении полиции Анна встретила друга детства Максима, который за небольшую взятку забрал Анну из участка. Максим занимается бизнесом и достаточно богат. Когда-то у них были отношения, и Максим до сих пор любит Анну. За Анной погнался Трушин, она спряталась под мостом, где ее спас Федор. Анна взяла из рюкзака Федора пистолет, за которым он пришел к ней на следующее утро. Из-за неприятного случая на экскурсии, Анна хочет уволиться из школы. Да и Завуч к ней плохо относится, еще и ревнует к Максиму. Но директор школы отговорил Анну от этого шага. Анна зашла к Федору по поводу поведения Коли, у Федора находилась ее бывшая одноклассница Женя, у которой сложились некие отношения с Федором. Анна предлагает Федору сделать операцию на глазах, но ждать квоту долго. Федор показал свою гончарную мастерскую и даже начал обучать этому искусству Анну. Анна продолжает заниматься с Колей. Федор спросил у сына о внешности Анны, Коля ее очень расхвалил. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok.